ЖКХ, развитие инфраструктуры, благоустройство дворовых территорий. Глава округа Андрей Булгаков провел совещание в формате выездной администрации в микрорайоне Чкаловский. Руководитель муниципалитета пообщался с жителями и узнал о тех проблемах, которые их волнуют. Так, одним из первых стал вопрос, к которым обратились родители учеников лицея номер 14 имени Гагарина. Очень вас просят, чтобы вы посодействовали тому, чтобы Министерство обороны, которому принадлежит заброшенное здание, как-то нам передало в муниципалитет землю. Чтобы пристроить нашу жизнь, потому что школа рассчитана на 600 с лишним человек, то сейчас около 1000 человек. Мы сейчас тогда подготовим, соберем подписи вместе с вами. Мы дадим гарантийную бумагу, ваши подписи, что здесь будет или социальный объект, или общее место общего пользования. Важным вопросом стала и безопасная дорога в школу. Родители учеников обратили внимание руководителя муниципалитета на один из маршрутов, по которому школьники добираются до учреждения и обратно домой. Если вам не сложно будет, если вокруг за территорией обойти, там как раз зона, где дети ходят в школу. То есть у нас вот это калличко закрывается по требованиям безопасности. И дети ходят вокруг. И как раз в той территории, я не знаю, может там люди какие-то просто отдыхают, выбрасывают из забора мусора, и там не освещено. А вот с просьбой об установке детской площадки во дворе к руководителю муниципалитета обратились жители дома номер 5 по улице Стефановского. Их волнует сразу несколько вопросов, связанных с благоустройством, а также сферой ЖКХ. Кровля дома протекает во время таяния снега и осадков, а по тротуару вдоль подъезда в гололед, как признаются сами жильцы, пройти невозможно. Мало того, что он разбит, он еще неправильно сразу, когда его делали, под большим уклоном. И зимой это просто нечто. Маршрут от дома вдоль спортивного стадиона к магазинам и важным социальным объектам у жителей пятого и соседних домов также затруднен, и особенно в ненастную погоду. На проложенной тропе отсутствует асфальтовое покрытие. Жители обратились с просьбой о его устройстве. Стоит отметить, тема благоустройства была наиболее обсуждаемой в ходе выездного совещания. Так, сквер, который местные жители называют Шервудский лес, является центром притяжения микрорайона. Особенно место пользуется популярностью в летнее время. Жители обратились с просьбой разработать концепцию развития зеленой зоны, устроить дополнительные дорожки, удобное покрытие под скамейками, а также освещение и игровые элементы. Глава обратил внимание и на результаты выполнения программы по ремонту подъездов. Так, во втором подъезде дома номер 20 по улице Институтская управляющая компания провела замену напольного покрытия первого этажа, оконных блоков, почтовых ящиков и осветительных приборов. Также бригады окрасили стены. Андрей Булгаков проверил результат проделанной работы и пообщался с жильцами квартир. Честно, довольна. Немного долго было, но по-моему, ныне результат получил, потому что я дошли. Финальной точкой маршрута выездного совещания стал дом номер 2 по улице Жуковского. Проблема, которую обсудили здесь, существует на протяжении нескольких десятилетий. При таянии снега и во время дождя осадки так и остаются у подъездов. Вода не уходит. Это после ливня или в какие моменты? Да, дождь. Бегой дождь и здесь. Дождь, зима и все. У нас тут весна и осень. Ливневая канализация возле дома отсутствует, а потому временным решением проблемы могут стать помпы и другие альтернативные установки по отводу воды до момента устройства дренажной системы. Этот и другие вопросы глава взял на личный контроль. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...